всем добрейшего утра как ваши дела у меня настроение классная сегодня классная погода холодно как холодно прохладненько солнышко светит но прохладненько я бы сказала как прошли ваши выходные пишите в комментариях у нас ничего особенного даже снимать ничего было знаете такой прям семейный просто отдых был мы в субботу просто прокатились немножко вчера было воскресенье что мы делали да ничего не делали просто зависали фильмы знаете такой вот после переезда после того когда делали что-то постоянно да вот просто такие выходные захотелись захотелось нам сделать просто ленивые что ли да но сегодня уже понедельник куча куча дел мы немножко подзасрали все надо будет прибраться надо будет мне сделать маникюр снять этот потому что вот это на рука больше вам покажет да ну видите короче уже бы что вот так что не знаю сегодня либо завтра ну надо сделать потому что мы завтра едем кости и хочется чтобы более-менее прилично выглядели ручки вот помыла голову в общем утро утро как обычно начинается на кофе душ кофе работа имейлы и дальше уже какие-то дела идешь у нас еще спит сонька но я не заморачиваюсь каникулы да классно отсыпаться так что такие вот делишки у нас да оставайтесь со мной будем будем что-то делать с вами еще посмотрите на мой подбородок это просто вы не поверите в субботу не вру вчера воскресенье сидели на улице я накалила эту кофту все и как-то было тоже прохладненько я сделала вот так рукав руку спрятала ну так вот просидела ну не знаю несколько может пару часов для в общем в целом так и все и меня побила сосуды муж говорит кто тебе засос поставил на бороде ну да очень смешно на самом деле у меня такое периодически бывает ну и и ничего не сделаешь придется ждать придется ждать пока сама пройдет у меня было когда я родила эдика роды и сложные были и пришлось очень активно потужиться чтобы ребенка родить и меня вот так вот такими вот точками только все 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 лицо было я помню что я когда шла увидеться с мужем ну попозже там через пару часиков да но я все не видела и глянула в зеркало и 4 март не упала вот реально вот все вот такое вот так и все лицо представляете какие сосуды в общем да ладно тут с этим ничего не сделаешь какой есть организм такой есть я готовлю сейчас ужин нам здесь у меня говяжий фарш и каши индейки так насыпала приправ тут у меня отварные яйца я хочу сделать такой рулет и запечь точнее у меня два будет здесь я подготовила фольгу с бумагой начну делать в общем здесь у меня только лук приправы и фарша два вида все не яйцо ничего не хочу добавлять для склейки потому что в принципе оно склеится так неплохо сейчас это дело хорошенечко все перемешаю единственно что я достала его с холодильника наверно проще было бы если по ног полежала немножко в тепле на сейчас как-нибудь перемешать большую одну луковицу взяла еще можно сюда кучу всего добавлять кстати ни разу не делала сегодня это мой первый раз в принципе не 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 получится не должно потому что тут как бы ничего такого специфического не добавляется необычного купила перчатки которые не люблю надо уже доиспользовать и больше таки брать не буду видите мало что они мне большие так они еще и так материал мне очень нравится как резиновый такой мне больше нравится есть такие прозрачные белопрозрачные и получше вроде как все и сейчас начну скручивать заворачивать в рулет на сразу там на этом на пергаменте переехала на другой стол здесь удобнее в общем фарш поделю пополам у меня получается на каждую половину будет по 5 яиц как-то так и сейчас я пробовала какие ужасные перчатки чтобы только знали как бы закрою что-либо готовлю немножко заранее что долго пропекаться будут включу не повезу медика на тэквондо пусть стоит готовится постараюсь оставить недалеко хвостики чтобы потом можно было открыть и мне кажется что я не совсем поровну так поделила это ладно ничего страшного напишите если кто-то готовил уже такое как вам нравится не нравится сюда можно еще можно с грибами его делать можно яйца грибы тогда можно без яиц допустим начинку любую совершенно кажется прикольно будет так 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 и все поставлю выпекаться пусть себе готовится и потом будем какой-нибудь салатик или капусту квашеную в общем посмотрим как меняется на сегодня тэквондо точнее уже отменились в общем эдик до этого не только только начала говорить полетел самолет ну что за несправедливость такая в общем он до этого гулял с другом поехал к нему там комплекс и мама их водила в бассейн и он попросился очень слезно очень слезно просился что они там и бабу ну хомейт короче собственного приготовления делать баба это ну я думаю что знаете да это сладкий напиток с желейными шариками плюс его домой там позвали на общем короче просился просился игры ладно отменится сегодня тэквондо пусть идет ребенок погуляет вот рулетики запекай ну как рулетики это же не совсем рулетики да в общем тут штуку запекаю пахнет уже так ничего знаете а вот да в общем покажу вам потом в разрезе ки чё будет так посмотрите как красиво получилось я еще решила добавить сыра но не сильно его зажаривать в общем я проверялась потому что на самом деле я очень переживала как она подготовилась разрезала без вас но давайте еще с вами кусок отрезаем в общем вот так вот это выглядит очень круто надеюсь что это по вкусу будет очень вкусно тоже потом вам расскажу а мы сейчас будем кушать и всем кто кушает тоже приятного аппетита доброе утро всем сегодня у нас с вами следующий день все сделаю кофе уже очередную порцию что-то я хотела а по поводу очень рулета который я вчера готовила по вкусу он вкусный у него короче как вам сказать котлета просто котлета и он немножко суховатый получился может я его передержала но в общем врача но того не стоит честно лучше я пожарила котлет и сделала яйцо с луком салат вот поэтому не стоит она того другая начинка скорее всего нужно может быть грибы жареные с луком с морковкой допустим вовнутрь но опять таки как бы заморачиваться сильно не знаю нет смысла борода мы потихонечку проходит но медленно в общем такие вот дела у эдика сейчас будет русский собирается это у нас 925 у него в 30 минут будет уже покушали кстати эту этот рулет порезала пожарила получается вот так с двух сторон и мне ребята на завтрак это кушали надо же как-то девать и там все целый второй лежит в общем может на ужин сегодня знаете что я подумала может быть сделать какой-то соус и как бы в соусе его погреть чтобы он более сочный в общем не знаю надо надо что-то подумать у нас тут мухи летают красота не чувствуешься одиноким да но мы дверь не закрываем в принципе они не лезут никуда мне пофигу летают летают я вечером включаю мухобойку на со светом и они туда летят и на их током убивает очень удобная штука бегать за ними не надо носить ракетка с которой бегать надо вот а это так убивает очень даже удобно потом может придумаем шторку купим но пока пока вот так а двери закрывать тоже знаете напрягает туда-сюда ходим постоянно поэтому я говорю они не раздражают особо они у них как воронка я не знаю я не понимаю почему но в общем и вот кстати ракетка давайте я попробую с вами я не знаю их надо ловить короче ну так все занятия если честно где они тут папа улетали ведь не хотят больше ну давай в общем короче надо держать она сюда попадает ее током убивает в общем ладно это дело такое долгое и нудное ребята посмотрите две калибри какая прелесть тогда улетела в общем очень им нравится наш сиропчик посмотрите сколько они уже его выпили была почти целая упаковка и воду сверху вот в эту вот когда мы палец в эту штучку мы постоянно подливаем то есть они ее тоже пьют смотрите выдрала я тут вот это растение не знаю это цветок не цветок был он у нас стал падать он выглядит ужасно в общем теперь здесь так свободный красиво и хочу поубирать немножечко сильно много не буду потому что видите у нас поливочная система не работает и мы ждем пока нам приедут ее починят в общем не знаю на этой неделе или на следующей будет ну в общем то ждем здесь у меня цветок цветет что значит когда ухаживаешь да в общем надо будет подмести убрать с большего так чтобы более-менее было аккуратненько здесь чистенько так и 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 Продолжение следует... 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 А в Нью-Джорси, когда мы жили, там мы покупали, но там налоги меньше, поэтому мы и покупали, вот, а во Флориде, по-моему, частично мы покупали, ребята, что-то такое, там был небольшой список, чего надо было, а здесь вообще получается нет, То есть, ну да, мы во Флориде, знаете что, мы во Флориде заказывали коробку, то есть, как там можно было сделать, школа предоставляла, ну, сотрудничала, наверное, с кем-то, и она предоставляла ссылку на сайт, где ты просто, они собирали, как бы, коробку, которая требуется для определенного класса, Потому что в зависимости от того, какой класс, те принадлежности и нужны, да, чем старше, там, значит, может добавиться какие-то, больше ручек или карандашей, или там какие-то специальные линейки, да, пока они маленькие, у них там клей, цветная бумага, ну, в общем, вы понимаете, да, смысл И мы тогда, помню, вот заказывали коробку, просто переходишь, выбираешь свой класс, какая школа, нажимаешь купить, и они это привозят в школу, то есть, он шел в школу, и у него уже стояла на его столе заказанная коробка с принадлежностями, это было тоже удобно, вот. В Нью-Джерси мы покупали сами в обе школы, и он нес это в класс, хотя странно, что в Нью-Джерси больше налоги, чем во Флориде, но, а я не помню даже во Флориде, если я не есть, не буду, давайте врать, но школа не покупала, а здесь получается, что школа покупает все. Удобно тем, что не надо заморачиваться, да, не надо ходить, вот это вот выискивать, у нас даже, я смотрю, в магазинах что-то появилось, да, но настолько минимально все, нету такого, что вот отдельные какие-то большие стеллажи, пока, пока что я еще не видела, хотя уже у некоторых школа началась. Вот, так что, как-то так, да, очень такое странное, как это сказать, непривычно, да, мне непривычно, потому что всегда это должны были быть какие-то подготовки, вот. Вот, но сейчас, сейчас нету такого у нас, так что в этом плане хорошо, надо будет купить каких-то, может быть, шмоток ему, и то все есть, форма не надо, получается, я хочу ему купить потом какую-то куртку, потому что, если он на велосипеде будет ездить, знаете, с утра бывает и холодно. Какие-то джинсы, но, опять-таки, это все чуть попозже, сейчас нет такого смысла, в смысле, сейчас вообще нет смысла покупать куртку, это будет позже. И джинсы, ну, джинсы, может, пару джинс, куплю маек у него вот так, я ему к лету купила очень много маек, и, в принципе, он может их в школу носить, они нормальные, обычные футболки. Может быть, еще придется кроссовки купить, ну, в общем, это, знаете, такое, как бы, и так, и так надо покупать, не потому что школа, ну, и все. В общем, прикольно. Расскажите, как вы таритесь, что покупаете, как готовитесь, настроены ли морально или еще нет, и, да, очень интересно послушать, будет почитать. Как дела? Хорошо. Что делаешь? Что? Точно читаешь или спишь? Чудик, у тебя батарейка садится? Я не знаю. Скучно тебе, да? Угу. В школу хочешь? Угу. Да? Угу. Ты дома делать нечего, правда? Угу. В школе веселее. Угу. Да? Угу. Ты коровой заделался, мучишка. Лежит тут. Говорю, иди покатайся, не хочет один. Друг не отвечает, да? Да? Котя теперь коровой заделался? Я вижу. Чудик, юдик. Да? Будет пострижёмся? Угу. Почему? Потому. Будешь отращивать? Угу. Отрастёт, потом можно будет сделать, покраситься, милирование какое-нибудь в полоски белые, да? Угу. Теперь копия мама. Угу. 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 С отросшими корнями. Не, я не понял. Это не блондин, это рыжий. Угу. Угу. Конопатый. Убил дедушку лопатой. Угу. 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 Песенку, мультик. Наверное, не смотрел. Ну. Ну? Ну. 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 Расскажи, как тебе нравится заниматься русским или нет с учительницей? Нравится. Зачем ты так делаешь? Зачем? Зачем? Очень замечательно. Так расскажи про русский. Что? Про учительницу. Как ее зовут? Олена. Как ее зовут? Олена или Елена? Олена. Олена? Угу. Ну, когда она представлялась, она говорила, что ее зовут Елена. Угу. Окей. Что вы с ней делаете? Ну, бери-ка там. Русский учите. Русский учите. Ну, вот и все. Видите, рассказал он вам. Вот так вот он у нас общается. Вот это же чудо. Ну что, я привезла уже Идюшу в гассейн. Сейчас я его дождусь. Поедем домой и будем уже отдыхать. Ужинать. В общем, да. Дела на сегодня все закончились. И буду я заканчивать, ребята, уже свой влог. Так что ставьте лайки. Пишите комментарии. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Будет мне очень приятно. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok